Друзья, приветствую. Вы на канале Ножи. Меня зовут Михаил. Это формат бочки. Вы просили, соответственно, опять у нас похорок в студии. Приветствую. Здарова. Ну, вы поняли, кто я. Что ж, сегодня, насколько я понял, ведущий Михаил, поэтому мы ориентируемся на него. Михаил, какой у нас формат, что делаем? Смотри, формат следующий. Ты по-любому какой-то нож с собой принес. Есть такое, есть такое. Тогда давай, нож на бочку. Давай, ща мы как. Он новенький. Жалко, жалко. Пожалел я, ребята, трогнула рука, не смог. Итак, что это у нас? Так, это у нас, что там пишут на чехольчике. Это бюджетная серия от СКФ, от Custom Knife Factory. Эхо, по-моему, называется у них бюджетная серия. Этот, соответственно, нож называется Эхо Ум. Дизайн Алексей Коныгин. Думаю, многие его узнали. А кто его не узнал, запоминайте, это линии, свойственные дизайном Алексея Коныгина. Господи, я себя чувствую таким умным, когда так говорят. Это линия Алексея Коныгина. Ну, вы поняли, да? Сделан он очень похожим на вышедший в стандартной линейке СКФ нож. СКФ УММУ. Тоже Алексей Коныгин дизайн. Вот. Я думаю, мы к нему позже вернемся, да? А сейчас, что, кратко обозрим? Ну, поскольку я в гостях, я просто давай буду, не знаю, что там указывать, да? Там поверьте в руках. Слушай, первое, что хотел спросить у тебя вообще. Вот серия Эхо, да? У нас вчера с Серегой был небольшой диспут на эту тему. Что, по-твоему, эта серия от СКФ? Мама, пока я не начал говорить всякие гадости, меня не вырезали, если ты смотришь, привет тебе. Что такое СКФ? Эхо, да? Ну, у меня многое. В принципе, сейчас какая у них? Третий нож уже выходит из этой серии, по-моему, да? Возможно. Первый Векша был или как он назывался? Да, Эхо Векша был, потом Тролл был, потом, потом, наверное, Ум. Я могу путаться. Дело в том, что у меня годик такой был непростой, у меня особо ножей не переросло, когда ты прямо думаешь, типа, ну, вот этот надо купить, вот этот. Ты, как бы, больше погружаешься, ты следишь, какие-то там отсечки у тебя есть, как бы. Я, поскольку с точки зрения покупателя на очень малое количество ножей смотрел, то я многие моменты, как бы, забывал и так далее. Если честно, ну, СКФ Ум, думаю, по качеству он выполнен где-то, как всякие, в принципе, востит, возможно, как премиумная линейка этого самого Petri Fightfish. Только не убивайте меня сразу, но я что хочу, то и говорю. Вот. То есть, в целом, но есть большая разница в цене. То есть, покупая Ум, я понимаю, что он намного дороже каких-нибудь там кайзеров и прочее, как бы. Но на самом деле, и понимаю, что это еще и российская контора, как бы, кайзеры и прочее, они исконно китайцы, и они работают на себя. А тут российская контора, которая, как бы, дизайн делает в Китае, у них там свои какие-то мощности, в эти предметы бизнеса, как бы, я не врезал. Но дизайн исконно тоже наш. Да, вот именно. И контора наша. Поэтому, ну, в принципе, покупая Ум, я понимаю, что, как бы, какой-то рублик отлетит в СКФ, и какой-то рублик отлетит Алексею Коныгину. Почему? Ну, мое мнение такое, как бы, кто-то говорил, по-моему, не помню кто, кто-то умный в интернете, что за всеми ножами, в принципе, стоит имя. То есть, человек, который покупает страйдер, он не то, чтобы там, типа, ого, здесь титан, а ведь на многих ножах нет титана, я куплю этот нож титановый, потому что тут есть титан. Ему говорят, но есть много других титановых ножей. А он говорит, типа, да, но это не страйдер. То есть, человек готов платить за имя, готов переплачивать за имя страйдера. За каждым ножом стоит имя. Вот. Поэтому, если ты готов, чтобы, ну, покупать Эхо по дизайну Коныгина, ты его покупаешь. А если не готов, ну, покупаешь Petri Fightfish или ничего не покупаешь. Вот, извиняюсь, сумбурно вышло, я не готовил спичер. В принципе, я тебя понял. Ну, я думаю, что и зрители тоже поняли, что ты имел в виду. Вот. А что касается этого ножа, подержал еще до съемок, в принципе, рук ложится отлично. И он меньше, по сути дела, покупал. Слушай, давай сразу сравни его со старшим братом. Да, я ношу с собой несколько ножей, ведь я настоящий ножеман. Ну, может, не настоящий. Он тут не запылился? А то сейчас позорно скажет, настоящий ножеман, а нож в каких-то соплях. Потом от такого позора не отмытся. Так, вот так мы сравним сейчас старший брат, младший брат. Здесь у тебя еще стоит кастомная накладочка, да? Да, да, да. Карбоновая. Ну, что-то такое, какие-то. Ну, эта модель уже, соответственно, даже на вторичке очень редко когда появляется, если появляется уже за такой здравый прайс. Ну, сметают ее сразу там. Сколько их было выпущено всего, не знаешь? Нет, не знаю. Делец такого ножа, в случае нет у них отметочки. У тебя 117-й, да? Ну, не знаю, может, сотни-три, честно говоря, тоже, блин, как ты меня-то приложил. Надо было согласовать это. Я тебе должен был написать список вопросов, на которые я не знаю ответы. Ну, так было бы неинтересно, знаешь. А, неожиданно, у нас есть второй нож. Давай поговорим об этом ноже, да? Вот, ну, этот нож вообще серия Эхо, у них идет в серию. То есть она изначально выпускается в какой-то там... Я думаю, что в серии Эхо Михаил Кулыгин больше ориентируется на... Ну, то есть он вообще такой коллекционер бигдаты всякой, изучает и прочее. То есть он смотрит, как одни ножи разошлись, другие... Наверное, у него уже давно есть... А, он же шел по предзаказу, то есть чтобы не было пустых там этих самых заказов. Только я не помню, по-моему, не нужно было ничего платить. Нет, мне кажется, просто предзаказ, который... Предзаказ, но не капаешь никаких денег, чтобы подтвердить свое намерение купить нож. Под честное слово. Вот, так что я думаю, что в плане Эхо, поскольку это народный нож, думаю, что Михаил Кулыгин сильно ориентируется на то, сколько их нужно. Вот, то есть не будет, я думаю, что не будет никакого ажиотажа там типа с перепродажами. О, куплю-ка я нож за 16 кусков, потому что через два месяца я его продам за 30 кусков. Слушай, ну есть такой пример же. Есть, да. Ну, например, этот тоже стоил 40 кусков, что ли, я не помню. Но я думаю, что с этой плашкой, наверное, за 80 его заберут за один день. Я думаю, вот из этой же серии Данила, видите, выпустил нож в Гаргулю. Вот, живой пример, когда ажиотаж, когда люди, приобретая нож, начинают его перепродавать, потом, по-моему, в два конца уже там выставляют ценники. Да, были такие. Ну, Даня их отсекает, это первое. Второе, это доказательство того, о чем я минутой ранее сказал, как бы люди платят даже не то, чтобы за сам нож, а за имя. Многие готовы были платить. В принципе, если бы у меня не было, наверное, такого ножа, если бы у меня не было Petrified Fish Belugi, если бы у меня не было пары хогов, как бы, то я купил бы нож от Yeti. Мне он просто не нужен, потому что, как бы, я все ножи не могу скупить, а голосуя рублем, мне приходится выбирать. Как бы, ну, нож с понятными прямыми линиями, с прямым клинком, как бы, ну, для меня как класс он заполнен всем, поэтому, как бы, вот именно ножа от Yeti у меня пока еще нет. Может, когда-нибудь его схвачу, сейчас меняю отработку, думаю, что буду почаще ножички покупать. Слушай, вопрос такой, если бы у тебя не было бы этого ножа, да, первоначально приобрел бы ты себе вот этот нож? Ты знаешь, думаю, что да, потому что линии Коныгина, они уже узнаваемые кроме УМУ, то есть в той среде, где я сижу, там всякие фотки с МРЕ, Семерки, ну, в канале Custom Knife Factory тоже, в общем-то говоря, Коныгин для меня узнаваем, ну, то есть, ну, человек, который сколько, 4 или 5 десептиконов наплодил, а если с трактором и из Мирный Герцог, не буду, блин, произносить это на английском, то есть линии его довольно уже узнаваемые. Да, наверное, как бы, вот в отдельности без УМУ, если бы этот нож Петру вышел, может, немножко было бы непонятно, типа, а че он такой, че это вот такое, угловатенький такой, ну, прикольный пацан, малыш, ну, ладно, когда-нибудь в другой раз куплю. А тут он именно, да, УМ напоминает УМУ, так что, наверное, все равно купил бы при удачном стечении обстоятельств. Ну, опять-таки, задают вопрос, потому что у них же идут, они же как младшие братья идут, по сути дела, более бюджетная серия, более бюджетные ножи, немного видоизмененные размеры, ну, и, соответственно, где-то может быть дизайн. Опять-таки, клинка вот этого всего гринда, поэтому и узнают, то есть, опять-таки, владельцы изначальных ножей от СКФ, мне кажется, приобретут себе вот, ну, как, альтернативный карман такой. Так, ну что, давай разберем, посмотрим, что внутри, что из себя представляет серия Эхо. У меня есть вот такой вот, ну, у нас, ладно, давай у нас, есть вот такой вот ключик для отразборки, вот этот большой шлиц в УМ, а, ты хочешь все-таки, чтобы я это делал? Давай мне, окей. Мы немножко спорили, просто я на правах того, что я в гостях, типа, ну, что я буду еще в гостях ножики разбирать? Я пришел сюда пить кофе, сидеть, ничего не делать. Доверять, это хорошо. И так оно и происходит. Так, на чем разбирать будем? Ты что-нибудь принес? Есть один момент, я, правда, не знаю, но можно на вот таком вот, есть у меня такая подложечка. Давай лучше на моей. Я пытался, ребят, сделать это смешнее, ну, ну, как смешнее, может, это и не смешно. Так, давай вот так, вот так, у меня здесь на какой-то Книпикс. О, давай, я Книпикс использую как кликер, он не сильно дает звук, вот, когда я сижу и ничего не делаю, я так... Так, разборка ножа у нас будет следующая, у нас будет один ключ, специальный ключ, я так понимаю, вообще он входит в стандарт CKF, он отдельно? Нет, я видел его на сайте, он 500 рублей стоил, но у меня есть связи, я купил его за 450. Это очень весомая скидка была, я бы тоже взял, ну, просто, чтобы был, если бы со скидкой. Так, нет, крупный шлиц, да, я не ошибся, крупный шлиц не влезает в ум, я проветрял мелкий шлиц, то есть, в принципе, оба ножа, 4-3 винта, разбирай мелким шлицом. Так, делаю это впервые, поэтому не обессудьте, как, в принципе, многое в этой жизни я делаю впервые. Да, я еще посмотрел в этом самом, я не знаю, так должно быть или нет, может быть, кто-то в комментах напишет, может, где-то было официальное мнение на этот счет. В Эхо нет этой самой фурнитуры запасной в комплекте, то есть, нет шайбочек и так далее. Многие, в принципе, покупали ножи, покупают ножи СКФ и у них, как бы, есть, как, это греет душ и успокаивает. Ты, если что, как бы, потершиеся там винты какие-то и еще что-то ты быстренько сменишь перед продажей и, ну, у тебя вроде бы нож и не побит, а ты его освежил и все отлично. То есть, в принципе, не так жалко его на карман даже вешать, в смысле, если что, там я быстренько механику исправлю, поменяю без особых заморочек, потому что что-то там вычищать, вымывать. Ну, и, в общем-то, я не помню, где-то тоже в чате писал, что Михаил Кулыгин говорил, что какая-то контора и СКФ тоже там, то ли они параллельно, то ли почти одновременно, то ли СКФ первым это сделал, что начал класть кучу фурнитуры внутрь, чтобы пользователи меньше морочились о том, что такое будущее будет у их ножа. Вот. Тебе помочь? Давай, я не знаю, буду подсказывать. Вот это вот нужно крутить против часовой стрелки. Видите, пришел в гости, а все равно пригодился. Вот такой вот у меня лайфстайл. А, против? Подожди, сейчас попробую. Да, действительно, идет. Да, так идет. Слушай, ну, по поводу дополнительной фурнитуры, я с тобой согласен. Опять-таки, даже я заметил, на некоторых бюджетных китайцев, да, кидают фурнитуру. Я не знаю, на ВОЗ откидают фурнитуры? Да, думаю, что да. Ну, она недорого стоит. Тут, в принципе, даже, наверное, дело не в том дуре. Мне, знаешь, пригодается. Ко мне приносят иногда ножи, ну, там, под шамане что-нибудь, поточить или еще что-то. И говорят, блин, я винтик потерял, я винтик потерял. Я говорю, ну, с покухой, у меня все есть, сейчас все сделаем. Ну, то есть, такие моменты даже пригождаются. Не под свой нож, который изначально был, но... Так, смотри, что сразу я с чем столкнулся. Давай-ка. Осиво у нас открутился очень быстро довольно-таки. Ну, потому что здесь антипроворот стоит. А вот здесь вот, у меня такое ощущение, что нет антипроворотов. Потому что я кручу, я думал, что он будет сейчас раскручиваться, но нет. Мне кажется, тут поджимать придется нам. А поджимать придется на чем-то. Да. На чем-то придется поджимать. Именно так, как ты сказал. Да. Но мы не ищем легких путей. Мы не такое разбирали. Так, ладно, давай переключимся на что-то более удобное. Ты думаешь, что это удобнее будет? Мне кажется, нет. Давай вот так вот сделаем еще попробуем. Мы можем анонсировать вот такую штучку в виде Хэнка здесь показать? Я думаю, что это... Так, а что? Я его принес чисто, ну, то есть, это не на какой-то розыгрыш. Я принес это вам в студию, чтобы какие-нибудь еще чувачки приходили и такие... Ого! А здесь какой-то... Минутка рекламы. Как этот самый, как на Капитал-шоу «Поле чудес». А здесь чуваки приносят подгоны, и мы тоже будем приносить подгоны. Блин, слушай, а Хэнк-то классный, смотри. Здесь у нас бархатистая часть. Здесь у нас, соответственно... Это мы делали с этим самым, с «Knife to meet you» Сергея Карташев. Или Сергей, если я неправильно твою фамилию, я забываю, сказал. Ты меня должен извинить, потому что какой у тебя выбор? Блин, я не знаю, что делать. Давай сделаем сейчас. Давай сюда. Так, молоток. Ладно, потом. Давай ключом попробуем. Мне кажется, что это 450 рублей, извини меня. Просто так, что ли, отдавал? Мне его подарили. Я должен уже сказать, а то... Некрасиво как-то. А, знаешь, что мы сделаем? Слушай, нам не пригодится. Мы сейчас сфиклипшись с ними. На резиновый мат можно, если положить. Вот мы сейчас на этом сделаем. Да, не резиновая. Слушай, а какая разница? Она же тоже имеет бархатистую такую. Нет, именно резина, она такая вязкая. Ничего такого, да. Ладно, мы сейчас снимем, знаешь, мы сейчас снимем клипсу, заодно посмотрим. Т6 здесь будет. И, исходя из этого, уже попробуем прижать. Можно попробовать на каком-нибудь патче. Если к патче приложить, вот так вот. Можно вот здесь попытаться скалхозить. Но надо какой-то патч выбрать, чтобы не было как-то... Ну вот этот... ...гладателю. Вот этот мой код пожевал уже. Вот так что... Расскажи немного про наивчат. А что там рассказывать, в принципе? Наивчат классная тема. Классная тема, кстати, да. Потому что я многие... О многих людях даже узнал из наивчата. То есть я не знал, что, допустим, есть такой человек, что у него есть группа там своя какая-то, да? О, вот это вот основная как бы миссия. Не знаю, насколько мы с ней справляемся. Но вот это вот именно по кайфу. Ну вот тебе живо. Есть люди, которые уже раскрученные. Кто-то с Гонзы пошел. Но вот какой большой глобальный смысл репостить, допустим, Сергея Широгорова, у которого канал больше, чем наивчат, в канал, который поменьше, наивчат. Но смысл небольшой есть. Смысл в том, что его можно свободно обсудить. У нас за все время только несколько людей отлетали в бан. У нас там даже такие правила мягкие. Там не сказано, нельзя оскорблять. Но извините, пожалуйста, хотим хоть немножко свободу оставить у площадки. На данный момент, кстати, у нас 7 администраторов. Но мы не занимаемся этим постоянно. Поэтому вы можете сказать, ого, 7 администраторов. А что типа постов своих не так много? У нас у всех есть работы, учеба и прочие вот эти вот штуки. Как они называются? Жизнь. Вот. Как это по-русски будет? Да. Поэтому, как бы, хоть у нас, ну, обязанности в некотором смысле поделены. У нас еще есть барахолка небольшая. Может, ей нужно было бы больше внимания уделять. Но у нас при модерации это классно. И вот одна из функций наивчата, чтобы можно было свободно что-то обсудить. Если ты получил бан в канале Широгорова, как бы, ну, это не значит, что ты не можешь где-то обсудить. Конечно, очень много людей, они путают разницу между тем, чтобы обсудить и просто, чтобы облить, извините, помоями человека. Не всегда выходят такие обсуждения, как хочется, а с другой стороны смотришь и думаешь, ну, сейчас забаним мы и их, типа, классно. Как бы, их забанили в канале Широгорова, их забанили у нас в канале, типа, досвидос, чувак. Вот. Некоторая свобода пропадает. А вторая функция, это нам как раз вот нравится подсвечивать тех, кто значительно меньше наивчата. То, что у человека он не разобрался с телегой, не хочет, не понимает, нет времени на нее. Но он делает классные штуки, как бы. И вот таких чуваков подсвечивать и, типа, говорит, смотрите, ребята, как бы, здесь чувачок, о котором мало кто знает. Вот от таких вещей мы, по сути, ну, как бы, кайфуем. Вот. Патчик-то говорил, какую-то там резину есть. Внимательный зритель мог заметить, что у вас прошла всего секунда, а мы выглядим более уставшими. Дело в том, что, как оказалось, на втором, не знаю, какой он, торцевой, да, винт? Второй. Я его называю осевой и второй. У меня вот такая вот номенклатура. На втором винте нет антипроворота. С одной стороны он, покажешь, да? Да. С одной стороны он без шлица вообще. Вот. С другой стороны плоский шлиц. Был ли там фиксатор или он сам по себе тугой? Ну, мы сейчас, наверное... Сейчас по фиксатору скажу, что фиксатора здесь не было. Глянем. Фиксатора абсолютно нету. Угу. То есть он просто такой плотный. Просто он плотно закрученный, да. Ну, вот, ребят, ну, это как-то, ну, ну, зачем? Ну, за что? Даже не зачем, а за что? Вы же знаете, что все эти ножи маны, они любят разбирать ножи. А как их разбирать? Во мне говорит усталость. Ладно, я должен бросить негативные эмоции. Окей, поехали. Снимаем плашку. Плашку мы до этого не снимали. Сразу не говорю, не заглядывали внутрь. Давай начнем, наверное, с же 10-й, с накладочки. Ну, обработано, конечно, здесь все нормально. Слушай, ну, нормально. Ну, обычно, скажем так. Нет, нет этого самого, нет облегчения. Ну, наверное, а куда тут облегчать? А куда тут облегчать? Тут же снаружи, кстати, 3D-фрезеровочка есть. Это еще добавит немножко к стоимости, так что, наверное, ну, да все как надо. Слушай, раз у нас есть хэнк, давай его использовать, на самом деле, по назначению. Давай красоту наводить в кадре. Опа, опа, хэнк в кадре, и все красиво. Давай посмотрим на облегчение, которое здесь присутствует. Ну, скажем так, не максимальное облегчение, но они есть. Чем обусловлена именно такая форма, все это, не очень мне понятно. Ты имеешь в виду, что здесь можно было тоже окно? Ну, окно здесь, допустим, добавить. Либо, в принципе, эти окошки сделать побольше. Я думаю, что с же 10-й накладки это бы не дал какую-то фрукрусную инструкцию. Ну, мы можем только догадываться. Наверное, нужно какие-то понимания, почему. Ну, ладно, в общем, я не знаю. Да. Я не знаю, да, бывают вещи, которых я не знаю. Поехали дальше. Обычно я делаю, чтобы, Петрах, нужно, если вынимаешь клинт, его придавить, чтобы он не шорхнул, а плашку. Плашка сидит плотненько. В принципе, это неплохо. Вы ничего не забыли? Нет, мы ничего не забыли. Два винта, все. Тогда, значит, это такая плотная посадка. Ладно, второй раз за день случается так, что мы их недостаточно. Для этого я опять перехожу в позицию гостя и такой, типа, ой, я в гостях, я ничего не собираюсь сделать. Давай, пока я расшатываюсь, это дело, конструкцию разбираю, расскажи еще что-нибудь непосредственно. Давай ножевым движим, что сейчас происходит, что к твоему мнению. Так, ну тогда не знаю, я приносил патчик. В принципе, да, ножевой движ, постоянно какие-то темы приходят, прикольные и не очень. В принципе, в наивчате большинство людей, которые собраны, они не рассматривают нож как оружие для самообороны. И не рассматривают его как именно оружие. Вот, может кто-то там и грезит о том, что если что, он быстро выхватит нож и порешает всех хулиганов, там, бродячих собачек и так далее. Но чаще всего это аксессуар, очень близко, как мне кажется, к часовой теме. То есть, люди понимают, что нож, хороший, качественный нож за 3 тысячи, как бы, он режет, ну, возможно, немножечко хуже, чем нож за 50 тысяч. То есть, такое бывает, в принципе, и это нормально. Как и в часовой теме, что Rolex показывает время почти точно так же, с такой же точностью, как Casio за 2 рубля. Поэтому вот одна из последних штуковин, которая объединяющая нас и так далее, как бы, это вот тема ночной дожор. Все мы любим что-нибудь, как бы, поесть и так далее. И многие покупают ножи, потому что им нравится сама эстетика приготовления еды. Не просто там какой-то там хрючево, что-нибудь нарезал, там, каким-то полутупым ножом и так далее. А вот ты с хрустом режешь на все эти кубички, там, делаешь какое-нибудь, как их называют, блюдо. Вот, поэтому последний наш патчик именно на эту тему. Объединяющую, прикольную и так далее. До этого была темка с Книпексом. Нам тоже нравится очень этот патчик, потому что в целом это такое, это принятие. Если ты покупаешь Книпекс, чаще всего ты понимаешь, что Книпекс дороже, чем маленький какой-нибудь сок плоскогубцы. Он менее функциональный. И чаще всего ты именно признаешь, что без этой игрушки, обычной простой мужской игрушки, там, местами, может быть, даже к тринжовой, как бы, ты вполне мог обойтись. Но тебе хочется ее купить, и ты ее купил. В принципе, такое подходит под определение большинства ножей, которые мы покупаем. Мы могли бы обойтись одним ножом или одним ножом, а потом, когда он истесался, там, износился, купить другой нож и, там, раз в пять лет покупать себе какой-то нож. И все делать как-то рационально, да, трагматично. Нож мы разобрали. Из минусов мы уже сказали, что мы один из винтов без антипроворота, поэтому и без шлица второго. Поэтому довольно-таки тяжело это было сделать, но мы справились. Если что, вам в помощь какая-то резиновая поверхность, либо кожа. Если вы чувствуете, что винт немного закручивается, но не полностью откручивается, то можно просто, ну, поджимая бесшлицевую плоскую часть его, можно просто туда-сюда, в промежуток, где вы чувствуете, что винт немножко вращается, туда-сюда его постепенно разбалтывать, и он со временем открутится. Я опять вспомнил, как это было, и опять так устало вздохнул, типа, ножи ман переработал, открутил сложный винт. Слушай, ну, давай по ножам. Здесь, ну, все довольно-таки просто, но сделано качественно, скажем сразу. Ничего удивительного, но и ничего, к чему можно доколебаться, как мне кажется. Керамический шар де тента, причем, ну, да, стандартный, стандартный керамический шар де тента. Керамика в обойме у нас идет латунный, латунный, наверное, да? Ну, или, скажем, из цвет мета, пусть будет так. Из желтого металла. Из желтого металла, вот. Все стандартно, по-моему, и подшипники стандартные. Мы здесь не замеряем, мы здесь не говорим про характеристики, а это есть другие люди, которые прям досконально... Что это скажет? Если кто-то захочет поменять, я думаю, там, на что-то. Я думаю, что ему в чате СКФ легко и быстро ответят на это. Так, друзья, ну что, разобрали нож, посмотрели его полностью. Тут буквально до винтиков разобрали. Вот, давайте собирать его, и будем надеяться, что еще как-нибудь история тебя услышит интересную. Пока собираю. Что еще могу сказать? А, ладно, прикольную штуку, прокламируем тогда уже ради движа и прочей ерундовины. Если мне память не изменяет, то в этом году гильдии мастеров-оружейников исполняется 25 лет. Гильдия мастеров-оружейников, это вот ребята, которые около 25 лет назад, они сказали МВД, то есть собрали к другой стол такой там, и они продавили статус такой, что мастеры, мастера могут заниматься художественным оружием. То есть он не просто холодняк какой-то делает, как бы, а изготавливает холодное оружие, и в таком случае это не является какой-то 222-й статьей УК РФ. Естественно, там есть ряд ограничений, не может человек с улицы... Запрещать его, по-моему, нельзя. Да нет, у них там, насколько я понял, у них там и все, и по твердости, и прочее есть, как бы... Не может человек с улицы прийти к себе в подвал и такой, сейчас я буду делать искусство. И сделал такой финку, какую-то НКВД, прям явно подходящую под холодняк, а потом товарищам-майорам объясняют, а я делал искусство. Я вот слышал, что есть гильдия мастеров-оружейников, я тоже хочу быть мастером-оружейником, и я делал искусство. Но те, кто в гильдии состоят, они могут именно делать художественное оружие, которое скорее арт-объект, а не искусство. Ну, я долго, да, завел уже, история такая нудная стала, извините, пожалуйста. Я ввел только к одному. У гильдии мастеров-оружейников в этом году, в конце июня, то есть, наверное, к моменту, когда вы смотрите, он уже выпущен в печатной версии, есть каталог и небольшая библиографическая справка о основных самых крутых чуваках, основных самых крутых мастерах, как будто на улице с кем-то разговариваю, да, о ком-то. Самых крутых мастерах гильдии. Это такой, типа, альманах, печатный сборник, каталог, чтобы можно было почитать, кто это, увидеть пару примеров его работ, запомнить ФИО и так далее. Я думаю, что один или два мы, наверное, разыграем в наивчате, тоже подсветим эту темку. На сайте Гохрана уже можно, я не проветрял, это мне Геннадий Дмитриевич Соколов, глава гильдии, сказал. Да, у меня есть и такие связи, понтанулся, да, да. Да, да, общаюсь, он мне иногда отвечает. Вот, он мне сказал, что на сайте Гохрана уже можно в PDF-версии это скачать, но я жду бумажную версию, куплю себе, буду иногда перечитывать, чтобы потом вот так вот приходить на подкаст, и так страничку вторую прочитал перед подкастиком, очечки напялил и такой, и сидишь умничаешь целый час в эфире. В принципе, я сейчас все это сказал и подумал, что зря я не пошел на сайт Гохрана и не почитал этот... Перед тем, как, да, об этом говорится, да, я очки не нашел. Я очки не нашел. Я так чисто рассказал всем, как нужно делать, но сам так не сделал. Ну, частая ошибка. Слушай, ну, а самое главное, на самом деле, насколько я слышал, вот этот вот нож, вот этот вот нож, который мы сейчас соберем в итоге, ты предлагал что-то с ним сделать. А, то есть мы уже дошли до этого. Да, ребята, слушайте, эта история постараюсь еще менее душно сделать, чем предыдущую. Ничего не получается, не получается недушно. Я думаю, что если вы досмотрели до этого момента, то вы имеете право на небольшой шанс на розыгрыш этого ножа. Нам нужно, поскольку объединение аудиторий, то есть тот, кто досмотрел до этого момента, он уже имеет право на это. Мы не будем в описании ничего там делать, чтобы в розыгрыше приняли участие именно те, кто, ну, посмотрел до этого момента. В общем, заходите в Naive Chat и без пробелов, без ничего, пишите хэштег, поиск хэштег без ума. Ну, нож называется ум, а те, у кого нет такого ножа, они без ума. То есть это мы с вами. У меня тоже нет такого ножа. Вот. Без ума. В одном из старых каких-то постов мы этот хэштег добавим. Я проветривал, сейчас в Naive Chat нет ни одного такого хэштега. Без ума, без пробелов, без ничего. Вы найдете его. Там в посте будет ссылка на закрытый чат. Вот. Вы ее клацаете и присоединяетесь. В этом чате ничего не нужно делать. Я просто не очень сильно дружу с технологиями. Вот вы присоединились, как бы, вы подписаны на Naive Chat, вы посмотрели этот видос, вы зашли в этот секретный чат, как бы. Это для меня список на розыгрыш. Все. В чате можете ничего не писать, как бы, вы вошли, я проверяю вашу подписку, вы гарантированный участник. И через неделю, после того, как это видео будет опубликовано на Ютубе, мы сделаем розыгрыш. Вот. Он особо не афиширован, а такой чисто для своих, для тех, для молодцов, для вас, для вас, для вас. Те, кто на Boosty смотрит этот видос, как бы, у них неделя форы. Ну, то есть, у них будет две недели подумать, а стоит ли мне искать этот хэштег без ума в Naive Chat. Кстати, очень много времени для размышлений, да? Ну, вы поняли, это шутка, не надо ничего ждать, просто зашли, нашли. Я, кстати, тоже буду участвовать, и, если честно, если выпаду я, то я оставлю его себе. Слушай, ну собирается все легко, на самом деле, с ножом. Вот, по поводу... Я думал, что он сейчас скажет, собирать все сложно, Леня, помоги мне. Но опять повезло, что за день, что за день. Если хочешь с клипсом, можешь помочь, поэтому... Ладно, без меня никуда, вы видели. Никуда без тебя. Давай, я зажал. Ой, сейчас я ничего не вижу, не поцарапать бы. Да, ну, мы, ребята, старались как можно аккуратнее с ножом, чтобы он... Но, будем честны, там есть одна маленькая царапинка на G10. Ну, если бы ты об этом не сказал, ее бы никто и не заметил. А мы честные. Бэушный нож, понимаешь? Бэушный нож, что-то разыгрываем. Ну, еще бы новый разыгрывать, да? Новый я бы себе оставил. А так, поцарапал, Михаил, ну, что делать. Придется это разыграть. Так, давайте по ножу. Мое личное мнение и мое ощущение от этого ножа. Ну, во-первых, мне... Ну, дизайн – это дело вкуса. Это нож с точки зрения дизайна. Чем-то кого-то будет цеплять, кого-то будет отторгать. И это большой плюс. Плохо было бы, если нож был проходной какой-то. Вот. Что касается качества. С качеством все отлично. Ну, оно не феноменальное, но оно и неплохое. Ну, я не нашел, к чему прикопаться. Ну, винт мы обсудили, понятно. Это не то, чтобы качество, это расчет конструкционный. Или как это нужно назвать? Единственный вопрос у меня, опять-таки, возникает – это клипса. Вообще у меня тоже возникает. Потому что у меня бывает класс таких ножей, как бы, когда... Ну, там, в зависимости от одежды и так далее, у меня есть некоторые ножи с клипсой на левую руку. И вот, когда ты просто даже смотришь на нож и видишь, что пустые отверстия под клипсы и так далее, как бы, я почему-то думаю, что, если что, у меня есть сама возможность его как-то изменить, там, под свои какие-то реалии, под свои какие-то другие шорты. То есть, больше утилитарностью попахивает. Почему здесь это не сделано? Я понимаю, когда это в угоду стиля, в угоду дизайна это не сделано. То есть, ну, это просто будет смотреться как-то здесь, ну, соответственно, просто клипсом ты переставишь. Ну, да, здесь треугольные такие, безугольные. Да, ну, когда у нас обычная клипса, обычная проволочная клипса. И это очень, ну, опять-таки, возьмем нож, тот же самый нож Гаргулю, да. По сути дела, просто сделали дополнительное отверстие под перестановку клипса. Ну, ладно, видимо, такой взгляд, я не знаю, кого, Алексея Коныгина или Михаила Кулыгина. Что, ну, супер. Тогда у нас получается следующее. Этот нож у нас идет в розыгрыш, как ты сказал. Да. Условия все тоже рассказал по розыгрышу. А затем все, наверное, нож разобрали, посмотрели, кому-то он достанется. Выводами, в принципе, особо не душнили, потому что люди сами умеют делать выводы. Ну, по-моему, все отлично, нет? Ну, да, а кому интересны наши выводы, да? Вот, да. Поэтому не забывайте подписываться, не забывайте оставлять комментарии, потому что нам это важно и интересно, вашу обратную связь словить. Если будут лайки и комменты, они меня еще раз сюда позовут, так что... Да, зовите опять-таки Пхарка, опять к нам. Я думаю, и в следующий раз что-нибудь интересное придумаем. Вот. Спасибо нашим подписчикам на Бусте. Вот. Если вас будет больше, мы будем только за. Друзья, не забывайте подписаться на F-chat. Не забывайте благодарить админов, угощать кофейком. Потому что, да, друзья делают такую довольно-таки работу. Ну, опять-таки, это время собирать информацию. И не забывайте подписываться к ним. Реально интересно. Спасибо. Это был очень прикольный час. И сколько мы посидели. Час 10 минут, представляешь? Отлично. Мы болтали, что он пролетел бы быстро. Все, друзья, пока-пока. Пойдем. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok